Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Лива Кребетовна. Добрый день. Добрый день. Виктор Вячеславович, у меня к вам вопрос, как к человеку, который очень хорошо знает механизм, в котором работает политическая система Аккорды. За последние буквально несколько недель мы наблюдаем какое-то невероятное ожесточение на политическом и идеологическом фронтах. То есть те войны, которые ведет Аккорда против своих врагов, они стали приобретать какой-то фантасмагорический, я бы сказал, характер. Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали мое предположение и ответили бы на вопрос о том, каковы причины этого обострения, если это так. Но прежде всего я хотел бы спросить, согласны ли вы с этим утверждением? Алексей, спасибо за вопрос. Я считаю, что совершенно правильный ваш подход, что имеет место обострение сегодня в политической жизни Республики Казахстан. И это действие по этому обострению направлено на людей, которых сегодня Аккорда считает своими врагами и развернуло мощную атаку в средствах массовой информации, в частности по дискредитации вообще имиджа этих так называемых врагов Аккорды. Поэтому налицо обострение этого процесса, а причины давайте обсудим. Ну вот прежде всего, вот состоялась недавно Совет национальной безопасности, после чего произошли какие-то новые атаки на оппозицию в том числе. Почему вопрос, вот например, политической оппозиции вдруг приобретает характер, ну скажем так, вопроса о национальной безопасности? Где связь? Самое интересное, Алексей, то, что сегодня вопросы, которые рассматриваются в здании Совета безопасности, они практически засекречены. Их невозможно не почитать, можно догадываться, какие вопросы рассматривались сегодня, несколько дней тому назад на здании Совета безопасности. Я сам был членом Совета безопасности, и как эти заседания происходили, хорошо знаю, какие вопросы обсуждались. Не могу только предположить, что в жизни, политической жизни Казахстана появилось какое-то мощное возмущение, которое заставило Елбасы прибегнуть к тому, чтобы собрать Совет безопасности Республики Казахстан. Я думаю, что причиной послужило не обострение ситуации на Ближнем Востоке, не те ракеты, которые летают с одной стороны на другую, они никоим образом не могут сказаться на безопасности Казахстана, геополитически, где находится сегодня Казахстан и где находится Ближний Восток. Значит, причина была, конечно, в другом. Я понимаю, что наш Елбасы сегодня беспокоит политическая ситуация, которая сложилась в самом Казахстане и вокруг Казахстана. Все больше и больше людей становятся недовольными той политикой, которая проводится сегодня в Казахстане, когда зажимается свобода слова, и дочь Назарбаева Гаррига, выступая на форуме, заявляет, что свобода слова – это устаревшее понятие, вообще, когда прибегать нет необходимости, оно уже кануло все в прошлое. Если это элемент политики, который зажимает свободу слова, и это становится во главу угла политики Елбасы, то возможно предположить, что сегодня начнется мощная атака на те структуры и здания, которые борются сегодня за свободу слова в Казахстане. Я так понимаю. Но при этом, как бы, провластные СМИ, в частности Казахстанская правда, регулярно, прямо-таки, публикуют материалы, в которых говорит, например, о том, что вы, грубо говоря, являетесь грабителем народной собственности Казахстана. Но вот какая связь все-таки существует между вопросами национальной безопасности и обвинением вас в этих преступлениях? Ну, давайте я отвечу на это, значит, выскажу свою точку зрения. В недрах Совета Безопасности в свое время, я, конечно, это, безусловно, мои домыслы, но, тем не менее, моя точка зрения, я считаю, достаточно реальной. Можно предположить, что Советом Безопасности разрабатывалась некая такая стратегия по борьбе с главным оппозиционером власти Нурсултана Назарбаева с Мухтаром Облязовым. И вот, на мой взгляд, со стороны, из-за рубежа, мне кажется, что в чью-то совершенно, ну, не совсем здоровую голову, можно так сказать, пришла идея демонизировать и объединить, и создать такую виртуальную угрозу, с которой страна, значит, политическую угрозу, с которой Совет Безопасности, значит, для придания, может быть, своей роли, значения и вообще создал вот этот образ виртуального политического врага страны. На самом деле, в угоду лидеру нации, превратив личных врагов в некую коллективную некую опасность политическую для страны. Каким образом реализовывался вот этот стратегический план, можно видеть по развитию событий внутри политической жизни страны. Что мы наблюдали в течение последних двух лет? Это слабые, какие-то неудавшиеся сценировки, значит, каких-то террористических актов, каких-то религиозных всплесков, значит, политических, каких-то, значит, попытки, кстати, вот эти трагические события, которые я связываю, произошедшие уже на Узене, когда любая, значит, мирная забастовка, трудящаяся властью, превращалась в некое политическое противостояние. Сама же власть на протяжении вот последних двух лет эффективно, можно сказать, разжигает социальную рознь и пыталась все вот эти вот последние годы как бы страну ввести вот в такое состояние гражданской смуты или войны. Для чего это нужно Назарбаеву? Мне кажется, для того, чтобы как бы создать, еще раз сказать, образ вот этого политического виртуального врага для страны и для этого, значит, использовать государственную машину, государственный бюджет, какие-то институты, международные институты, заручиться поддержкой каких-то политических элит и сказать, что я вот такой борец с террористами, значит, борец с коррупцией. И всему этому, как мы видели, предшествовала компания, именно компания борьбы с коррупцией, из которой, опять-таки, ближайшее окружение лидера нации, значит, извлекла, я бы сказала, доход, то есть борьба с коррупцией стала бизнесом окружения лидера нации по году его интересам. Вот таким образом, значит, происходит во внутриполитической жизни, вот некая такая, создается политическая активность, в то время как население совершенно занято своей частной жизнью, своими проблемами, предоставлено само собой. И внутренняя политика со стороны, вот, представляется провальной, власть оказалась слабой, неспособной говорить и вести диалог с каждым казахстанцем, она, значит, предпочла расстреливать и, в принципе, вся внутренняя политика, значит, сегодняшняя, она сводится, как бы, к средствам массовой информации. То есть, внутренняя политика, это, внутренняя политика сегодня занимаются, про государственные средства массовой информации, и это выглядит, как машина, государственная машина по одурманиванию народа и отвлечение внимания от, действительно, от социальных проблем, от нужд чаяний простого человека, простого казахстанца. И поэтому, вот, я думаю, что за более чем 20 лет, если мы будем рассматривать и анализировать ситуацию в стране, вот, внутреполитическую, внешнюю, и то мы можем дать ей такую оценку, что во внешнеполитической жизни, значит, были какие-то достижения, были крупные пиарные компании, эксплуатировалась вот эта тема ядерного разоружения и, значит, попытки приобрести, значит, премию мира. Что касается внутренней политики, мы видим совершенно несостоявшуюся политику, так сказать, слабую власть, не способную решать экономические проблемы, не способную обеспечить прозрачность, чистоту в местных выборах и совершенно провальную борьбу с коррупцией, потому что, значит, итогом этой борьбы с коррупцией является то, что появляется у народа право сказать, что, собственно, это, так сказать, витринная борьба с коррупцией на самом деле не приносит никакого результата, потому что нужно начинать с главных коррупционеров. Мы знаем, что, и народ не обмануть, что главные коррупционеры все-таки сидят сегодня в аккорде. Поэтому, значит, провалилась, еще раз хочу сказать, внутренняя политика, именно социальные программы, мы не были свидетелями каких-то ярких достижений побед в социальной сфере за этот период. Мы, значит, видели, что средства массовой информации на протяжении всего этого периода системно, значит, свобода слова выдавливалась. Мало того, что, как Виктор Вячеславович подчеркнул, что это уже стало, значит, декларироваться на самом высоком политическом уровне, и, значит, как ноу-хау, значит, что свобода слова – это отживший термин. И сегодня Казахстан демонстрирует свои достижения, вот еще раз хочу подчеркнуть, по одурманиванию народа и отвлечению внимания народа от личных проблем на проблемы, так сказать, созданные, придуманные, надуманные, как бы, и сегодня вся государственная машина мобилизована для борьбы вот с этими личными врагами на семье Назарбаевых, которые, так сказать, личными врагами, почему? Только потому, что это политический оппонент Назарбаева. И вот сегодня вся страна мобилизована для борьбы с политическим оппонентом Назарбаева, для того, что, так как Назарбаев проявляет слабость, свою политическую слабость, потому что сильная власть – это власть, способная вести диалог, политический диалог, диалог с народом, а когда власть закрывается от народа, она, значит, отвечает какими-то реакционными, значит, решениями, действиями теми или иными. Это является очевидной демонстрацией страха перед политическим диалогом, каким-либо, поэтому, значит, я могу дать оценку вот всему происходящему, что кто-то, может быть, и в Совете Безопасности понимает, что нужно менять стратегию, и сегодня, значит, когда вся политическая оппозиция, значит, по чьей-то когда-то, видимо, идеи или стратегии, тактики переводилась в каких-то мелких воров, жуликов, можно предположить, что такая промоушен-компания, видимо, значит, она сопровождает какие-то главные запланированные события, которые сегодня уже становятся очевидно важным, то есть понятным, что 19 ноября 2012 года в Женеве состоялась презентация государственного учреждения Центра Назарбаева и проекта «Атом». Таким образом, можно предположить, что существует некая программа или стратегия продвижения, опять-таки, имиджа не страны, а лидера нации, значит, как фигуры международного масштаба, и для этого, значит, в рамках вот этой стратегии, возможно, и существуют какие-то, так сказать, план каких-то мероприятий сопутствующих, и, естественно, одним из пунктов является, наверное, значит, компания, ну, клеветническая компания в средствах массовой информации против тех, кто, так сказать, стоит на принципах свободы слова и объективной информации. Поэтому проводится компания против оппозиции в средствах, государственных средствах массовой информации Казахстана и аффилированных средствах массовой информации. Второе, значит, тут же под этот шлейф проводятся презентации, значит, лидера нации с совершенно скромными названиями на государственные средства, значит, скромное название в кавычках, открывается, значит, очень представительно центр Назарбаева, государственное учреждение в Швейцарии, какой мужественный шаг предпринял 21 год назад Нурсултан Абишич Назарбаев, приняв мужественное решение о закрытии ядерного лосинопалатинского полигона, что, в принципе, опять-таки является фальсификацией определенной, и здесь я вижу, что народ Казахстана опять обкрадывает, потому что это было решение Назарбаев в эти годы выполнял волю народа, потому что существовало движение народа, значит, Невада семей по закрытию этого полигона. Это достижение народа Казахстана, который опять-таки присваивает себе лидер нации с одной единственной целью, получить уже теперь международное признание и вот это вот все, видимо, пресловутую премию мира, значит, Нобелевскую премию мира, которую он никак не добьется. И вот здесь включаются успешные политики, значит, ведь сегодня становится очевидна миссия господина Такаева, также, который вместе с Канатом Солдобаевым, значит, объединившись общими усилиями, выполняет вот эту святую миссию, которая не может не быть поддержана мировым сообществом. Расчет понятный. Естественно, под вот компанию, клеветническую кампанию в средствах массовой информации и свободных СМИ, значит, политическая оппозиция Назарбаева, значит, проводятся запланированные акты политические, за государственные средства от имени государства, от имени Казахстана по увековечиванию деятельности и памяти Нурсултана Назарбаева. Вот, как я понимаю, значит, что в моем понимании, что Совет Безопасности встречался для чего? Для того, чтобы под закат политической власти, правящей династией Назарбаевых, естественно, значит, как бы зачистить и с целью обеспечить безопасность в дальнейшей жизни членов семьи лидера нации, с целью сохранить собственные капиталы и влияние на экономику Казахстана, Совет, наверное, разрабатывал какие-то планы по борьбе с политической позицией Назарбаева. Я думаю, что нужно ожидать роста дальнейших репрессий в отношении политической оппозиции, желания демонизировать всю ситуацию. Они будут представлять политическую оппозицию, сегодняшнюю политическую оппозицию Казахстана как объединенную, будут всех врагов личных, неугодных, семье Назарбаева, сами объединять и будут попытки представлять возможные провокации различные для того, чтобы представить это как некую ОПГ террористического плана, для того, чтобы заручиться поддержкой международных организаций или хотя бы молчание международных организаций, когда казахстанская власть будет расправляться с политической оппозицией Назарбаева. Я думаю, что вот таким образом просто выгодно для Назарбаева и его ближайшего окружения придумать образ вот такого врага. И вот все эти вот, вот это все осеннее обострение в средствах массовой информации, и итогом которого явилась вот эта резолюция прокуратуры, которая, значит, призывает практически к борьбе со свободой слова, значит, высказывания, о которых говорил Виктор Вячеслав Ильич о свободе слова дочери Назарбаева, действия внутри Казахстана, которые предпринимаются, так сказать, правоохранительными органами, и презентации на международном уровне значит, благородной миссии, деятельности и тому подобному великого лидера Казахстана. Все это вот как бы в рамках вот этой программы обеспечить, увековечить имя Назарбаева, великого политика Казахстана, значит, второе, обеспечить безопасность членам его семьи после его ухода от власти, третье, сохранить неприкосновенность к капиталам награбленным и сохранить влияние на экономику Казахстана. И вся эта стратегия, она заключается все-таки в уничтожении политической оппозиции, в уничтожении личных врагов семьи Назарбаевых, неугодных, можно так сказать, людей, которые, так сказать, которых боится семья, потому что, так сказать, по отношению к ним, значит, проявила некие, так сказать, злоупотребила властью, устроила давление, гонения, нанесла ущерб экономике и имиджу этих людей. Вот она, эта семья боится последствий, и поэтому, конечно, по принципу Сталина, эпохи Сталина, лучший враг мертвый, они сегодня пытаются, еще раз хочу подчеркнуть, возможно, обсуждают и пытаются всем этим личным задачам для того, чтобы удовлетворить личные интересы и запросы лидера нации, придать этому всему государственный, какой-то стратегический интерес. И для того, чтобы совершенно беззастенчиво использовать всю эту государственную машину для расправы с неугодными. Это и называется политической коррупцией. У меня, вот, Виктор Вячеславович, к вам такой уточняющий вопрос. Вы согласны с тем, что вот мы имеем дело с таким, на самом деле, реализацией такого масштабного проекта под названием условным «Приемник» и что сейчас вот все эти события вписываются в некую программу или же мы имеем дело вот все-таки с такой ситуативной, что ли, случайной эскалацией, которая определяется вот самой природой этого режима, собственно, политического, который не терпит врагов как таковых. Алексей, это, конечно, не спонтанно все происходит. Это далеко продуманная программа. И она отработана была еще в программе «Суперхан». Все эти действия, которые сегодня администрация президента от него руководством проводит или предваряет жизнь, оно все было прописано за годы. И просто на определенном этапе населению, обществу преподносится то или иное возмущение, имеется в виду систему устоявшуюся, для того, чтобы народ отвлечь от тех проблем, которые сегодня стоят перед лично Елбасы и членами его семьи. Алия абсолютно правильно сказала. Сегодня у Елбасы самый главный вопрос это сохранение тех капиталов, которые он честным путем в кавычках заработал, будучи президентом и не имеющий права по закону вести бизнес. А чтобы сохранить эти капиталы, то необходимо очень серьезно работать. А у человека в таком возрасте возникает масса недоверий к тем, кто его окружает, подозрительности. И ко всем людям он уже начинает относиться с высокой степенью осторожности и подозрительности. Он бы мог сегодня откровенно говоря использовать закон о первом президенте, где ему уготовано место Елбасы, сесть там, на свое место избрать любого президента. Он все подвел уже именно к этому. Не обязательно будет член семьи кто-то президентом. Обыкновенная марионетка, которая будет выполнять то, что скажет Елбасы. А чтобы этот человек не упрягался дальше, он определен в соответствии с Конституцией, сроком не более двух сроков он имеет право занимать должность президента. То есть, вот именно этот страх, страх за то, что он теряет все свои капиталы, заработанные честным путем, не обеспечит безопасность себе, лично членам своей семьи, это тоже сегодня является как-то большой головной болью для руководителя государства. И для того, чтобы народ отвлечь от того, чем он на сегодня занимается, а мы это прекрасно видим, в том, что выставляется на IPO национальная компания, что все это узаканивается, деньги становятся чистыми, что производится покупка тех или иных активов, или наоборот продажа активов, и узаканиваются незаконно заработанные деньги. То есть идет отмывание финансовых ресурсов, готовится к тому, чтобы постраховаться со всех сторон. Но так общество в этой ситуации, лично в моем понимании, должно откровенно сказать, господин президент, мы обеспечим вам вашу безопасность, мы обеспечим вам заработанные честно, в кавычках, трудом капиталы, только, пожалуйста, оставьте в покое сегодня Казахстан и не учиняйте дополнительных репрессий, которые адекватны репрессиям 1937 года в Советском Союзе. То есть общество должно подойти к такой ситуации и смело заявить об этом для того, чтобы президент Казахстана либо в корне изменил политику государства, особенно по отношению к своим гражданам, те, которые избирали его. Он не называет этих людей своим народом, да он не имеет права называть казахстанцев своим народом. Это люди, которые избрали его, дали право ему руководить. Которое право, это он превратил, как свою собственную кормушку и сегодня практически снимает все сливки с действия экономики Казахстана. Поэтому все это продуманные вещи. И вот подошел тот этап, когда необходимо сделать так, чтобы все средства массовой информации замолчали. А как это? Минутарно просто. Они подстрекатели. Они те СМИ, которые вносят смуту в умы, которые уже повернуло идеологии и средства массовой информации, принадлежащие Елбасы и членам его семьи, в ту сторону, куда хотел именно Елбасы. И вдруг появляется какое-то средство массовой информации, высказывает совершенно иное понимание ситуации. Кто же с этим будет мириться? А враг найден. Вот он. Его нужно уничтожить. И все поворачивается, вся машина и все силы брошены на то, чтобы решить эти проблемы. Я так понимаю. Понятно. Но вот тем не менее, вот складывается такая ситуация, как мне кажется. То есть, с одной стороны, режим уничтожает все более-менее независимые общественные институты и политические. Но именно эти институты могли бы дать какие-то гарантии в свое время президенту, например, о его неприкосновенности, в обмен на его уход. Но теперь так получается, что Елбасы остаются наедине с теми людьми, которые должны, по идее, дать ему гарантии. Но они, скорее всего, могут его и предать. Так же, как, например, опять же, следует из опыта советской истории, предположим. Абсолютно правильно говорите, я только хотела об этом поговорить. Вот 19 ноября, вот хочу вернуться к 19 ноября, значит, открытой презентации государственного учреждения Центра Назарбаева и проекта там. Вот, значит, видите, здесь присутствуют главные, две главные фигуры, на которые, политические фигуры, проверенные Назарбаевым, которые проверены именно, как эффективные политики, которые занимались вопросом нивелирования возникших проблем, проблемой Казахгейта. Это, значит, канад Солдабаев, длительное время работающий в Соединенных Штатах и занимающийся, которому конкретно было поручено заниматься вот этой проблематикой. И все мы знаем, что именно, значит, очень большие заслуги, значит, которые оценил в решении вот этого снятия проблемы, проблемы Казахгейта, именно, значит, такой политик, как Касамжамар Такаров. Вот, сегодня мы видим, что Назарбаев опять, значит, рассчитывает на усилия, значит, этих политиков, которые, еще раз хочу подчеркнуть, были когда-то эффективными для него в решении вопроса Казахгейта. По, видимо, и почему именно в Швейцарии сегодня опять-таки эти политики вдруг, значит, разворачивают такой масштабный государственный проект, потому что в швейцарских банках арестованы большие активы, опять же, повторно уже, его дочери и ее супруга Динара и Тимура Кулебаева. Значит, вот эти, так сказать, политические тяжеловесы из Казахстана, видимо, заверили Нурсултана Назарбаева в том, что они могут опять-таки решить возникшую проблему с деньгами Назарбаева. Повторную проблему в Швейцарии. Для этого они решили, вот еще раз значит, хочу подчеркнуть, увязать политические интересы с экономическими интересами, поэтому мы читаем здесь проект Атом. Всем известно, что в Швейцарии значит, сконсолидированы самые большие, большое количество научных труд, значит, ученых, мозгов всемирных значит, со всего мира, будем говорить, говорить так. И здесь присутствует, конечно, тоже бизнес-олигархия и здесь можно наглядно видеть попытку вот этих политиков объединить политические интересы, личные политические интересы и амбиции Назарбаева с обещаниями каких-то экономических преференций значит, в экономике Казахстана. Ну вот мы можем видеть, что сейчас это тема проекта осуждения бывшего председателя президента национальной компании Каза Тампрома Уктора Жакишева, да, и, значит, перехода влияния лично и контроля лично к семье Назарбаевых, вот здесь мне кажется у семьи появилась возможность теперь предлагать как личную услугу значит, участие вот в этой сфере международная олигархия. То есть на лицо еще раз хочу подчеркнуть беспроигрышный такой расчет опять-таки вот здесь очень очевидный факт политической коррупции правящей элиты Казахстана, где увязывается значит, опять-таки захваченная важная сфера экономики Казахстана атомная и она сегодня вот 19 ноября презентовалась в Швейцарии. Но все это вот, что цинизм заключается в том, что под это все подводится платформа такой некой святости или такой некой миссии международной по ядерному разоружению. Что было не сделано за период власти Назарбаева для пострадавшего от ядерных взрывов региона. Именно конкретно каждому семипалатинцу, каждому восточному казахстанцу ничего не сделано. И вот когда сегодня как здесь пишется в пресс-релизе вот этого центра Назарбаева прямо знаете в таком в духе так сказать советского застоя что значит 21 год назад президент Назарбаев закрыл семипалатинский ядерный полигон и я горжусь тем, что живу в Казахстане в стране, которая первая отказалась от ядерного безумия и показала достойный пример другим державам которые продолжают гонку вооружений со скрицательным знаком но во первых это было достижение это закрытие ядерного полигона это опять-таки присвоение достижений народа Казахстана первое второе попытка на этом политизировать но это дает шанс принципиальным политикам демократам сегодня говорить и обсуждать и это хорошо что произошло это в Швейцарии что дает нам возможность поднимать вопросы о том а что было сделано властью Казахстана за 21 год для этого региона в официальном пресс-визии центра Назарбаева в распространенном написано что уже были представители Швейцарии в Семипалатинском полигоне и конечно они были обескуражены в каком состоянии находится население этого региона вот таким образом я думаю мы говорим о мы начали говорить с вами о том рассуждать о том что в том числе насколько правильны сегодня те политические инициативы окружения Назарбаева которые его втягивают в те или иные новые политические ошибки понимаете когда мы говорим что мы можем только предполагать это было поручение для Каната Саудабаева и для Касанжамарта Такаева заняться реализацией этой программы или это была идея этих политиков для того чтобы угодить лидеру нации продемонстрировать их готовность обслуживать его интересы вот здесь это для нас пока остается как бы ну так сказать тайной но в любом случае в том и в первом во втором случае понятно что значит власть пытается купить международное сообщество увязав это значит связав свои политические амбиции с экономическими с возможностями участия в в атомной программе Казахстана лично я сама в детстве видела этот ядерный грипп когда мы жили с нашей с моей семьей в восточном Казахстане мы жили мы дышали этим воздухом мы страдали от этих взрывов и мы не хотим обливаться этими слезами поливая значит мельницу лидера нации работая на его имидж мы хотим защищать интересы своих соотечественников мы хотим задать вопрос лидеру нации раз вы вышли с таким громным такой акт с громкой международно звучащей такой политической заявкой то пожалуйста ответьте нам а что вы за 21 год сделали для этого региона как каждый казахстанец ощутил ваше внимание на своем собственном бюджете и какие политические амбиции экономические интересы в этом регионе имеет ваша старшая дочь на такой ноте я бы хотела закончить спасибо вам большое за интересное содержательное интервью и я надеюсь мы продолжим особенно тему вклада Нуртозана Абишевича Назарбаева в создание так сказать избавление мира от ядерного холокоста как было написано в одной из его публикаций в газете Нью-Йорк Таймс спасибо спасибо до конца до конца субтитры